а также после того чувака с молотком я больше никого не бил пока не приходилось надеюсь что не придется отец его братья во время чеченской войны воевали так же как ты болтали на базах но на базаре мне пока не приходит я салам алейкум занимаешься ли ты боевыми искусствами вале кому салам ну постоянно постоянно как кого-то бью тут ты мне напомнил знаменитое высказывание шамиля басаева когда он после буденовска давал интервью и сказал он после буденовска еще никого не убивал а также после того чувака с молотком я больше никого не бил пока не приходилось надеюсь что не придется том что ты говоришь что мы русские не принесли вам хороших нравов тебе хоть что-нибудь нравится в нашем менталитете и культуре или русский для тебя это разврат безнравственность мат и немытые ноги нет ни в коем случае все русские русские люди как и любые другие люди делятся на людей хороших нормальных цивилизованных и откровенное быдло но если мы будем говорить про какие-то ценности то есть ли что-то что можно было бы импортировать от вас на частности то нет я я думаю что ничего подобного нет и это не значит что у вас нет ничего хорошего то на то хорошее что у вас есть это есть и у нас то есть нет ничего нового для нас что мы могли бы подчеркнуть вот о чем она говорит. А так в целом весь народ списывает, говорит, что там все только плохое. Мне ни в коем случае мы этого не говорим. Но тем не менее, надо понимать, что есть есть, допустим, маленький народ, который за счет своего консерватизма он как-то бережет вот эти вот свои ценности, свои нравы, обычаи. И это даже в каких-то ситуациях экстремальных помогает этому народу выжить. Как, например, помогло это нам в высылке в 44-м году. И надо понимать, что эти ценности, которые он исповедует, которые он хранит, передает от поколения к поколению, это как минимум очень серьезные высокие ценности. И вот чтобы таким людям дать что-то новое, ну, там такой, тот народ, который хочет дать это новое, он должен над собой очень серьезно как бы работать. Он тоже должен эти свои какие-то ценности, их передавать, их модернизировать, только так возможно. Когда в целом над этим никто не работает, когда культура это картины, это спектакли, они высокие нравы, то вряд ли что-то можно передать такому народу. Твой отец и его братья во время Чеченской войны воевали, говорит, или так же, как ты, болтали на базаре? Ну, на базаре мне пока не приходится. Я наружусь в Ютубе, это не базар, если что, для справки я говорю. Мой отец получил ранение при первой бомбардировке Рискома. Это точную дату я не вспомню, но это декабрь 94-го года. Тогда какая-то делегация приехала, я не помню, то ли журналисты иностранные. И мой отец вместе с еще с несколькими товарищами, они работники нашего правительства, нашей стороны, они их как бы встретили и разместили. У нас прямо напротив Рискома была гостиница Кавказ. Они разместили их в этой гостинице и отец рассказывал, что когда они вышли из этой гостиницы и двинулись в сторону Саумина, у моего отца, у них офис был, их рабочие места были в Саумине. Саумина это здание, которое было следующее после гостиницы Кавказ в сторону моста, в сторону Сунжи. И вот они вышли и двинулись в сторону Саумина и в этот момент услышали самолет. Тогда еще знаете, как-то война она к нам не пришла, многие не понимали опасности и отец говорит, было зазорно куда-то убежать, лечь, понимаете, мы еще находясь в начале вот эти разговоры на самом деле там самолеты сбивать палками, во многом это эйфория у нас была, это правда. И вот отец говорил, что мы шли и каждый, для каждого из них, там несколько человек, для них было зазорно убежать куда-то, спрятаться там или лечь. И они вот просто продолжили движение в этот момент прям по площади этой. Сбросил то ли бомбу, то ли ракету, что-то, ну ракета скорее всего. И раз они его слышали, то это самолет был в пике, видимо, это был истребитель. В общем, произошел взрыв, мой отец получил ранение осколком в ключицу и осколок от рикошетива в ключице, сломав ключицу, попал в легкое. И вот в таком уже раненом положении мы его обнаружили на следующий день в больнице, она, по-моему, тогда называлась Республиканская, это больница, которая была в конце проспекта Ленина на тот момент. Луч в этом районе была эта больница. В общем, это долгая история, если я буду дальше продолжать, мы слишком долго на этой теме застрянем. В общем, вот так вот мой отец получил ранение и по сути после этого ранения мой отец больше не выкарабкался. Кстати, этот осколок так и не вытащили, мой отец умер с этим осколком в легком. В интервью с Масейчуком ты, говоря о взрывах в Крыму, выглядел саркастически. Ты считаешь, произошедшее диверсией мог бы поделиться своим видением ситуации. Ну, я как-то воздерживаюсь от версий. То есть, это диверсия, это удар какими-то беспилотниками, ракетами и так далее. Я не знаю. На кадрах распространяемых оттуда не видно, чтобы там что-то летало или прилетало туда. ну, никто об этом не говорил, по крайней мере. Поэтому я не знаю, как это могло произойти. Я думаю, со временем эта информация появится. Но однозначно понятно, что сами по себе эти взрывы не произошли. Те версии, которые распространяют российские пропагандисты, что-то кто-то там не там покурил. Это понятно, что это не соответствует действительности. Поэтому, да, мы немножко пошутили на эту тему, говоря, что хлопки это не взрывы, это просто хлопки. Очень громкие просто. А так, ну, разумеется, в этом однозначно у этого есть украинское авторство, я думаю. Фонд имени Ахмата задамы благодарю, благодарю фонд. Ахмата 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 Ахмата